А спонсором этого выпуска является паблик «Свободный континент». Эти ребятки на самом деле принимают очень большое участие в жизни блогеров. Итак, дамы и господа, скоро будет происходить там, в том паблике, битва блогеров, в которой приму участие и я, ваш любимый ведущий, дядюшка Борода. Так что проходим по ссылкам в описании, голосуем, ну и, собственно говоря, подписываемся. Приятного просмотра! И это тест-драйв для тех людей, которые ценят шутки «Бу-бу-бу, тук-тук-тук, 50 тысяч, бу-бу-бу». Мы специально с силишком, я даже очень быстро говорю, потому что нужно успеть отснять этот офигительный автомобиль, пока он не застучал и не сломался. Итак, дамы и господа, у нас в тест-драйве «Субару!» Ну и в прямом смысле надо шакалить. Смотри, все стоят на светофоре Да пошли вы Придурки мне направо И все, ты шакалишь, понимаешь? Ты шакалишь У нас есть сейчас уникальная возможность Нарваться на очень живой Субару Форестер, потому что его старый мотор Лежит вот тут, а новый поставили Два дня назад и вроде бы как бы нормально Обкатали, мы сейчас приложим все силы Он сейчас на мойке и мы будем Просто переживать, сопереживать тому, чтобы Он не застучал в этот момент На данный момент мы имеем дело Субару А это значит, что Это дело, конечно же, относится к оппозитной четверке Это как большой плюс Так и большой минус этого автомобиля Плюс заключается в том, что Хороший момент Это турбовый мотор Он низко расположен и там Каким-то образом влияет на центр тяжести Очень круто и положительно Конечно же, Субару славится Распределение момента там 50 на 50 Но есть один большой минус Это EJ20G Эта херня Обязательно застучит И как нам сказали наши механики Обязательно стоит подчеркнуть такой момент Если вы вдруг хотите купить Атмосферный Субару Он ни хрена не едет и жрет Если вы хотите купить Турбовый Субару Он чуть-чуть едет и до хрена жрет Итак, дамы и господа Мы сразу же решили перекинуться в салон Дабы о внешних вещах И об экстерьере мы поговорим немножко позже Субару никогда не славились крутыми салонами Какими-то изысками в отделке Или чем-то еще Они были всегда предельно практичны Ну и предельно Как бы это сказать Очень Чего врать Все нахер дешево Вот это вот все Оно дребезжит Вот это вот Что это? Кто это? Вот здесь вот Да, бардачков Бардачков тачки на лавах Можно Серьезно Можно сбить проститутку на дороге Разделать ее И по бардачкам Она, сука, вся войдет в эту машину Тут вот здесь Нахрена мне здесь бардачок Я что, здесь ствол должен хранить? Я и до него дотянуться не могу Да, но я в крупных размерах Я не маленький ебать Но я не могу дотянуться Зачем? И у нас сегодня Форик Причем это Субару Форестер Необычайный Необычайном состоянии Он не мертвый Он не был на столбе Тьфу Его не вматывали в автобус Фу-фу-фу Он не был на крыше Фу-фу-фу На нем пьяные рыбаки Не пытались вытащить свой ссанный уазик Утопленный в озере И это тоже, слава богу Все потому, что И, кстати, с контрактным мотором Как мы уже вам говорили То есть, по сути Это наиживейшее состояние Форика После того, как он сошел с конвейера И мне это нравится Это не стишный Форик Ни какой-то еще Это обычный Субару Форестер на 20G На EJ20G Причем один такой Для максимальной комплектации Здесь не хватает люка И подушки пассажира Значит, что в этой комплектации прикольного Кожаный руль Кожаный селектор КПП С надписью Subaru Кожаный ручничок И кнопочка AD и HOLD Это для того, чтобы Значит, Суба у нас стартовала зимой Со второй передачи Ну и, конечно же, хороший климат-контроль Без вот этих крутилок И остальных вещей Ну и, конечно же, вы никогда не оставите японца Отрекнуться от выпивания Каких-либо напитков Вообще, японцы обычно распилы Приходят во Владике Кто принимает их, знает Всегда приходят У них всегда здесь подстаканники Налеплены на каждый воздуховод Очень много подстаканников Дачка высокая Ну, не до такой степени Это не равный внедорожник Когда ты вот так В поворотах будешь трясти своими щеками И расплюскивать колуса своего стакана Нас пассажира Либо у тебя У тебя даже слюна не перетекает В другую щеку Это, кстати, очень большой минус Ранных внедорожников Потому что они вот такие вот вялые Он такой поджарый Тем более На него выпускают очень много Тюнячьей подвески О, кстати, еще один Сотрифори Вот На него выпускают очень много Тюнячек Подвески Не подвески Стойки Распорки Все что угодно Вы можете купить на эту тачку Включая турбокиты Контрактные моторы Следующие Предыдущие И так далее То есть Хорошо едет со светофора Трогается Вы, в принципе, нигде не застрянете Да и по сугробам Она тоже неплохо гребет Это же Subaru Это же Forester Мы, кстати, наверное, и поэтому Не хотели брать Impreza Ну, потому что Что брать Impreza Что вы на ней Жогать, что ли, летом Порвать ей Коробку вместе с раздаткой Со всем этим делом Нет Но этого не будем делать Мы возьмем Subarica Форика Красота У меня была мысль Покупать такой автомобиль Ну, конечно же На механической коробке передач И надо сказать Что на механике Едет этот автомобиль Намного бодрее Намного веселее И так далее Любой Subaru Вам скажет Что там 20G Это ой-ой-ой Не надо Это плохо У вас обязательно Застучит четвертый цилиндр И так далее Это нормальные проблемы Subaru Они все восхваляют Сейчас 207-ой мотор Или 200 Да, 207-ой У них там попроще Все с этим делом Вроде как помощнее В этом 250 коней завода И все хорошо Что же касается Твою ж мать Что же касается Задних сидений На задних сидений Поместится Либо очень низкоростный человек Либо ребенок Я туда даже забираться не буду Потому что Ну, иметь такой задний ряд Сидений И пространство Для ног Как бы В кроссовере Это как Я не знаю Пощечины Выпускнику В мае Вот до того Это доходит С другой стороны Очень высокий потолок Тещин холодильник Залетит в этот багажник Просто вот Со звуком ветра Что касается Сидений Первого ряда У вас Отдельный Подлокотник Для водителя И вот этот Подлокотник Ах ты Вот у пассажира Тоже есть Черт возьми Я думал Обделяют пассажира А нет Тут равноправие Везде Да Они влезли Вот мы начинаем Ехать в гору Попробуем Динамично Чуть-чуть Ехать Да Вот Посмотрите Вот Вот Она Вот Она Понеслась Вот Вот Пожалуйста Вот Совершенно Спокойно На 4 тысячах Оборотах Переключаемся И нормально Динамично Заскакиваем В эту гору Вот в этом И есть плюс Эфорика Ух Ёжики Ух Ёжики Ёжики А мы на Зимней резине Кстати Смотрите То есть вы Нормально На хорошей скорости Мы сейчас едем В подъем 80 км в час Вы По кочунам По таким По легкой рябе Вообще Идете замечательно Подвеска Отрабатывает все И при этом Вы делаете Это быстро То есть для активного Человека Которому нужно Обязательно возить Тещины холодильники И рубленных Мертвых проституток В бардачке Идеальная тачка Для активного Образа жизни Для чего-то еще Вообще Изумительно И мы Съехали Наконец-то С асфальтовой Дороги И попали Туда Где Субару Форестер Должен Жить Штурмуем Маленькую Горочку Бездорожьем Это конечно Не назовешь Все равно Кстати Под ней Глина И мы Сейчас находимся В знаменитом Красноярском месте Это Ебун гора Вот на этом Пятаке Вот на этом Пятаке Вы бы знали Этот Вот этот Пятачок На Сопке Повидал Больше Половых актов Я извиняюсь Чем Наверное Тысячи Кроватей Только что Поженившихся Вот этих Вот Пар Конечно же Субару Форестер Дарит вам Вот такие Вот вещи Вы можете Забраться Хоть куда Но с Небольшим Ограничением Которое Мы кстати Не можем Определить Потому что У нас По нашим Причинам Потому что Я как бы В оффроуде Не сильно Много Понимаю Но пытаемся Двигаемся Дамы и господа На самом деле Если я вам скажу Что мне не нравится Субару Я вам совру И если я вам скажу Что я люблю Субару И я вам тоже Совру И Вот на такой Ноте Я думаю Нам стоит Обойти машинку И посмотреть Что мы имеем Достаточно Большой Багажный Отсех Как мы видим Хозяин Кстати увлекается Вот этой всей фигней Там походить Порыбачить Убить пару лосей Бобров Закинуть Там все Вот это вот Дело Не сюда Вообще без проблем Вон булочка влезла Телевизор влезет Коляски влезут В общем тачечка Для активного отдыха Подходит Ручки у нас Смотри Они как бы Да Вот она как бы Самая такая Вот такая Пластмассовая Она еще дребезжит Вот здесь Вот Но есть А в некоторых Нет Как бы Не нив Не вот Что касается Вот посадки Сидеть вообще удобно Тут даже маленькая Боковая Такая поддержка Есть То есть В принципе Вообще все хорошо И конечно же Вот этот Ну ладно Ну ладно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко грязи и говнеца Некоторые лужицы Тут мы съездили Значит по горам Ну и что же нужно делать Если вы слишком активный молодой человек Надо замерить разгон до 100 Но не по полю Сразу говорю В машине 3 человека Половина бака Стартуем мы на автомате Значит стартуем с одной педали Ну что А и буст у нас 0.75 Ну что Раз Два Три Начали Сто Я нашел говно Ничего не переключаю Подожди Мы замерили разгон до 100 Смотри какие Маленькие боковые свесы у него В смысле не боковые А опять передние Раз Оп Все нормально Не ну лють Смотри Ты померил разгон до 100 И все И поехал дальше Ну Шпилить то что ты подобрал днем Чтобы разгон до 100 Померить Ну и то что ты потом порежешь И распасуешь по вот этим Бардачкам Не ну лють же Ну и что же хочется сказать В конце Машего такого Небольшого шоу Конечно же дамы и господа Большинство шуток и троллинга Про эту тачку Или троллинга Этой тачки Рождается Из слов тех людей Которые Плохо следят за машиной Либо не ухаживают за ней Либо что то еще Либо все рождается В ответ на такие фразы Как Лучше девушка без писи Чем машина митсубиси Но это не самое главное Самое главное здесь в том Что у этой машины Черт возьми Есть столь Такая гора Поклонников Которые будут До конца Своей жизни Утверждать Что Субару Лучшее И это очень важно И это Не безосновательно А все дамы и господа И потому Что Если следить За этой машиной Так как нужно Если обслуживать ее Так как нужно И собственно говоря Ну Идти на некоторые Компромиссы Связанные С материальным Обеспечением Данного автомобиля Она подарит вам Нужные ощущения Нужный комфорт И то Самое Скажем так Главное Что она должна вам давать А именно То чувство свободы Потому что Именно на этой машине Мы за Несколько часов Побывали на пересеченке Нормально погоняли По дороге Померили разгон До ста Причем он нормальный Для этой машины Представляете Какая динамика Он турбовый И блин Ты и в городе И не в городе И везде Ты чувствуешь себя Нормальным человеком И ни в чем себе Не отказываешь Собственно говоря Скорее всего За это и любят Фори Ну и еще За то Что на нем Можно бесконечно Менять двигатели Как масло До скорой встречи С вами был Дядюшка Борода Удачи Ты зажимаешь всех Прости братан Ты просто Самый дерзкий Вот понимаешь На ней и так Надо ездить Хули там Все на своих Низких посадках Пипирки свои Придавили И все Ты в России Живешь Тут Дорог Вообще Никогда Не было Как конями Закатали Так Спальтом Застелили Вот здесь Эти машины Нужны В Японии Я только Не понимаю Вот Подавил Чуть Турбинкой Опа 90 градусный Поворотик Аккуратненько Смотри 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 Вот Вот Турбинка